и доброе утро дорогие друзья настал второй день нашего отдыха в анталии мы основали новую кинокомпанию макс and crazy макс я просто максимум как вы можете видеть мы идем на море с нашим любимым плавательным средством которому же по счету до круг после наших атак вот так что мы идем на море всем большой привет среди привет так что идем на море всем хорошего дня я застрял 1 сегодня утро воскресенье сегодня восьмое августа до 8 и вот посмотрите по количеству людей очень хорошая погода сегодня поэтому на 7 много людей ну и плюс воскресенье они с вечера уже сидят ну местные что пойдем чуть дальше прохладной водицы а вон ленка вон сидит под зонтиком под красным альги да всем привет если на нас подписаны макс готов к полной боевой готовности водной судно тоже есть будет играть москвой бой смотрите какое спокойное море прям стиль и гладь а вроде нет и вот хорошо на блин надо массаж камнями горячими массаж камнями горячими макс готов заплыл макс макс Погонять Макса, надо отдохнуть, он далеко уже. Вот где, а я буду плыть с телефоном, это намного сложнее, придется плыть на спине, приплыл, здарова, пробоин нет, все по кайфу, обстановка, супер, класс, не толкайся, а то сейчас телефон бульк и телефона будет йог. Макарек, вода вообще кайф, просто штиль, вода классная. Такая с легкой прохладцей, так что мы погнали плавать, а Макс чилить и загорать. Рекомендуем такое транспортное средство, оно еще пробуждает аппетит. Я доплыл почти до берега. Ура! Ура! Уползай! Бабка пошла на базар. Вашан? Да. Вашан? Вашан? Вашан. Вообще-то незаменимая для жителей Турции. Да? У каждого Турчани, да? Я не знаю как это правильно. Турка. А кстати, вот эту пальму я посадил. Вот она уже какая огромная стала. А была маленькая-маленькая, ниже вот этого куста. А вымахала водка огромная. Вот. Хоть там представили близкие, кто-то подпускает. Пойдемте. Мы идем к мечети. Сегодня базарный день. Цикады, стрекочек, кипарисы. Макс ловит каждую тень. Сегодня очень жарко. Каждый раз, когда идем на дальний рынок, любуемся вот этой вилой. Так красиво. На две семьи она. А, продуманно. Вилла Актив. А если бывает, то в основном это BMW. Ну тут живут, наверное, европейцы. Красивые цветочки. Детущие деревья. Ой, ну вот это тоже. Шторы, вот она. Да. На балкон хотим такие вот шторы прикупить. На балкон, да. Немножко затеняет. От чужих классов. Новый пыжик. 208. Красоточка. О, призыв на молитву. Незаменимый атрибут в Турции. Сразу понимаю, что ты находишься в мусульманской стране. Какая сочная зелень. Смотрите, какие мандаринчики. А зимой, мы когда приезжали сюда в декабре, в январе, они были прям спелые. На Новый год, да. На новогодние каникулы. Вот такое мандариновое дерево. О, переход через дорогу. Это отдельное приключение квеста. Миссия невыполнима называется. О, погнали. Хотя они бывают, что сейчас стали останавливаться. Когда люди идут по пешеходному переходу. Наверное, пропустят, да? Да, пусть едут. О, поехала. Дамочка. Какая. Дамочка. Теперь у Макса. Котомка. Тележка. Вот эти терминалы, где можно купить карту. Да, кстати, вот в передней Анталия карт терминал. Здесь можно приобрести карточку. Смотри, я не знаю, видно экран или нет. Видно, да. Здесь английский язык. Да. Вот здесь можно выбрать покупка карты. Она стоит 7,5 лир. То есть нажимаешь ОК. Да. Вставляешь деньги сюда. И все. И, собственно говоря, потом отсюда карточка это вываливается. И также пополнять карту это можно здесь. Да, и также пополнять карту. Ее уже вот сюда кладешь на считыватель. Когда ты засовываешь сюда деньги, они сразу же отображаются здесь на экране. Да, и пополняешь карту, да. Да, очень удобно. Очень удобно. Анталия карта нужна для передвижения по общественному транспорту в городе Анталии. Да. Очень распространенная сеть магазинов Migros. Мы в него тоже частенько ходим. По пути, кстати, мы зайдем. Нам нужно купить химию для белья, для стирки. Мы держим путь вот туда. В сторону мечети. Идем вот по такому зеленому парку в жаркий день. Это замечательный отрад идти в тени пальм. Да, немножко, конечно, он зарос. Как-то очень... Раньше ухаживали за ним. Да, ухаживали. Как-то я в этом году впервые столкнулся, что такой-то небрежный вид имеет этот парк. Хотя, мы уже ходим на этот рынок сколько лет. И всегда было как-то ухожено, красиво. В этом году. Вера берет свое. Да. Но все равно зелено. Красиво. Нет, он спасает хорошо. По тенечку пройти, да. Посидеть, отдохнуть можно. Хотя идти всего сколько? Минус 5? Ну да. Не боль, что во всяком случае. Здесь уже даже не видно дорогу. Ага, заросла. Добро пожаловать на турецкий базар. Клубники опять. Ого, клубника. По сколько лир? По 25 лир. 250 рублей килограмм. Персики какие сочные. Помидоры. Дынька. Арбуз по 2, по 2,5 лир здесь обычно стоит. Прямо с бахчи. Инжир. Инжир. Вот что-что здесь, конечно, вот сельхозпродукция просто чудо. Помидоры с 6 лир. Помидоры с 6 лир. 15 мм. 12 мм. Перец. Не так себе. Дыни. Дыни 5. Дыни 5, да, за штуку. Таны это штука одна. Здесь вообще 3 за штуку. Он совсем маленький. Да, напоминаем, что... Прокошка 10 за 4 килограмма. Да. За 50 за килограмм. Напоминаем, что одна лира для простоты счета это 10 рублей. Там 9 сейчас. По 2 лиры. Чеснок по 10 лир. Ананасики впереди он 10 лир. За штуку, да. Огурцы 4. Баклажанчики по 6 лир. Лимоны. Зелень. Вот картошечка опять по 2,5 лиры. Зелень, да, на выбор. Здесь также можно купить свежую рыбу на выбор. 40-60 лир. Кобачки по 8 лир. Лимончик 15 лир. Помидорки 5 лир. Персики красавчики, да, по 15 лир. Виноград. О, виноград 10 лир. Белый. Инжир килограмм 20 лир. Бананчики. Сливы 12 лир. Бананы мне хочется вкуснее всего. Ну, кстати, дорогие, по-моему, да, бананы? Да, бананы дорогие, да. А почему бананы не видел? Там не надо цены. У них да, нигде нет цены почему-то на бананы. 12 лир. 12 лир бананы, да? Да. Вот сливы тоже, да? 10 лир. Орехи, специи. Да, масло здесь также можно купить, орехи, специи. Вот так выглядит турецкий базар. Это воскресный базар, самый большой. Ну, ближайший к нам. Они еще иногда, бывает, мигрируют. Ага, прям жарят семечки. Орешки, грецкие орехи, финики. Грецкие орехи по 35 лир, финики по 90 лир, курага по 50 лир. Вот такая печка. Вот он, восточный колорит. Здесь можно купить яйца, творожную продукцию. Яйца 20 лир. Яйца 20 лир. Яйца 20 лир. Тесто для кюзлеме. Это такие турецкие лепешки делают. Оливки. Грили, оливки стоит 35 лир. А ты почем, брат? А я покупал в магазине баночку. В 17 лир. Вот тоже гриль. Видно прямо сразу, что они дают. Да, но мне как-то в магазине они более цельные. Эти немножко, видишь, такие. Какая большая картошка. Да, 40 лир. Очень вкусные. Оливки на гриле. Я в магазине покупаю. Персики по 13 лир тоже. Вот клубничка есть по 18 лир. Тоже оливки. Но оливки грили это вообще бомба. Макс прям заценил. Масло, мед, творог, сыр. Остановили свой выбор здесь. Возьмем персики, нектарины, сливу и, возможно, виноград. О, мы затарились покупками. Купили кучу винограда, персики, огурцы, помидоры. Нектарины купили. И купили немножечко сливы. Держим путь домой. Старайтесь все-таки торговаться с ними на базарах. Это восточная страна. Здесь это принято. Да? Ничего бы не делать. Взяли, купили всего одного продавца. Тоже старайтесь все-таки лучше выбирать, ходить по рынку. Просто у нас особо не было времени. Нам нужно еще кучу дел успеть сделать. Поэтому мы быстренько все купили в одном месте. В основном затарились фруктами. Будем на фруктовой диете сидеть. Ну, мы купили персики, сливы, виноград, нектарины. Огурцы, помидоры. Огурцы, помидоры. Да. Полный, короче, комплект. Арбуз у нас уже есть. Мы его купили. Да, арбуз мы купили в магазине. Да, причем в обычном супермаркете. И дешевле, чем на рынке. Да. И будем, скорее всего, там покупать. Потому что они там тоже достаточно хорошие. Это не Москва. Где надо ездить на махчу, развалы. Или какие-то овощи, фруктовые базы. Но они здесь и зрелые. Там всегда местные. Поэтому можно не бояться. Спокойно покупать. Сейчас зайдем в какой-нибудь супермаркет. Для того, чтобы купить пустым же. Да, порошок для стирки. Закончат супермаркет. Да. До следующего видео. А вот так прям на улицах города Анталии растут гранаты. Ура! С горя пополам мы добрались до водопадов под названием Дюден. У нас есть Дюден, да. Сели мы на любимый автобус КЛ-08. Который может доставить любую точку почти. Города Анталии. Но нет. Он местно принял Древаро. По крайней мере. Курсирует. По крайней мере во многие районы. Нужно, соответственно, проехать по маршруту КЛ-08. Проехать остановку под названием Терра-Сити. И вам остановочка нужна сто семьдесят пять? Сто семьдесят пять. Сто ровно семьдесят пять. Семьдесят пять. Да. И, соответственно, вы ходите и здесь вы увидите прекрасный парк, который вы можете наблюдать за нашими могучими спинами. Парк, да. И вот это речка Дюден, которая сейчас будет впадать в море. В море. Со скал и образует водопад. Да, это нижний Дюден. А если вот в ту сторону камеру повернуть, вот. Да? Вот она. Да. За спиной, да. С спиной. Ага. Где? Вот, вот. Водопад проходит. И там есть водопад верхний Дюден. Верхний Дюден, да. Надо туда тоже добраться. Даже здесь прохлада чувствует. Вода холодная, прохлада. Ведет прохладой. Ага. 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 Здравствуйте. Пупсики. Да тебя я поглажу. Сладкий. Загораешь. Отдыхаешь. Потом. он кайфует покажи пацану пацан полетел на диклайне вот они горные реки самое эпичное впереди кафе такая, смотри, прикольная да, в тени деревьев кафе кафе после жары как раз отдохнуть от жизни там гусь еще ходит белый да? да вон он выходит гусь за счет вот этой сетки наверно да за счет вот этой сетки а ползунки просто собирают мусор, наверное, дополнительный да 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 на порогах на порогах мелко а здесь глубина я думаю, за счет этого гасится смотри, пути да 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 вот когда самолет залетает со стороны моря иногда бывает, что залетает прямо и видно водопад расскажите кто-нибудь, кто был здесь либо кто с самолета видел да прикольно поделиться своим мнением а мы пойдем вот туда там лучше вид на водопад подсветка ночная подсветка ночная да здесь недалеко аэропорт Congress с ну да там и с не аэропорт так да ель На самолётики можно посмотреть и на водопад. Ура, мы добрались, за вами прекрасный визитная карточка Натальи. Пейзажи здесь просто, что налево посмотри, красота, что направо посмотри, что вперёд, что назад. Вот направо посмотри. Say hello, Maxim. Кто-то там увидел птичку железную. Финики. Финики? Где? О, это же финиковая пальма. Таких куча было в Арабских Эмиратах, и видите. Ребята, подскажите, кто знает, кто это за инструмент, который вот на пальме висит? Как он называется? На крючке? Не знаю. Вот гуляют тут такие животные. Большие. Пошла к друзьям. Держим путь в обратную сторону и поедем в свою деревню. Да? Кстати, собачки все здесь чипированные. Государство следит за их здоровьем. Да, на улице там такая присепка у них. Да, такая бирочка. И они все вакцинируют от бешенства. Как два сфинкса, как два сфинкса спят. Лодка-ресторан. Рыбу увидел? Нет, я посмотрел там на ужин. Насос включен, чтобы поливать. Деревья берут воду отсюда. А, из реки. Вот парк водопада Дюден. Остановка, если вы едете из Книлты, из центра на противоположной стороне. А мы возвращаемся домой.